всех приветствую хотел подвести итоги еще пару недель назад я на своем канале записал ролик о вегетарианстве о том что вегетарианство христианстве это норма и убийство убить или полюбить его назвал это убийство животных тогда в том ролике сказал что многие из даже близких скорее всего отвалится так и случилось с теми с кем я очень близко общался где-то в группах 80 процентов отвалились да не просто отвалились еще с обидами с озлоблением на меня естественно те кто просто смотрел может быть давно меня может быть недавно вы знаете я ни о чем не жалею я еще в том ролике об этом сказал сразу конечно я в ролике предупредил что не надо мне ничего доказывать вот по поводу там того что убивать животных можно это норма а я даже слышал что это еще и хорошее дело для христианина что он еще и жертву хорошую богу приносит я тогда сказал что хине мне это и дичь втирать не надо я буду сразу с такими людьми расставаться блокировать и всячески избегать общение с ними ну сначала видимо кто-то кто испугался кто подумал может быть что у меня все это бзик пройдет ну этот бзик у меня 10 лет и знаете до сих пор не проходит кто смотрит меня от начала еще с тех пор как я появился в интернете я стал беседовать с христианами разных конфессий начиная с православных уже тогда я жестко и ярко и однозначно рассказала себе во первых свидетельствовал уже 10 лет не я мясо не убиваю животных чему очень рад что господь когда открылся мне я буквально через я не помню ну по-моему это где-то в течение полугода максим это я не помню я мед я не могу вам точно сказать сколько три четыре пять ну от трех до шести месяцев причем кто знает всю мою историю я еще далеко даже так скажем не принял сразу христа в свое сердце хотя бог открылся мне явно и уже буквально вот или в течение полгода господь не явно открылся и этой стороной любви я сразу все это отверг всегда в моем сердце была любовь ко всему творению божьему хотя и тогда его так не называл вот и конечно же я с радостью все это выбросил в один раз и очень счастлив этому и всегда это проповедовал даже тогда когда еще не был в интернете 7 лет я всем об этом говорил тоже сам так жил да и с тех пор как появился интернет тоже говорил и буквально две недели назад благодаря этому ролику об охоте когда мне один брат рассказал про своих там пастеров этих я записал дальше серию роликов начал вот это убить или полюбить снова поднял эту тему конечно же поднялось целое ополчение и вы знаете я жалею только об одном что с тех пор как тогда я об этом тоже я помню что тоже была такая же битва на меня также тогда ополчились по на отваливались множество людей я жалею только что эти там между ними грубо говоря пусть два года возьмем но можно так и говорить три когда и тогда открылся и как сейчас записал ибо это было две недели буквально назад на день записи этого ролика который вы сейчас слушаете то я жалею что я об этом эти три года как-то опять эту тему под запустил и они практически не говорил вот вот об этом я реально жалею так что сейчас конечно же я об этом видите много говорю выкладываю роликов вы знаете конечно на меня много опять ополчилось подваливались позлословили все эти ваши и вся эта дичь которую вы приводите в основании того что животных убивать можно потому что вам там бог разрешил да где-то вы там это вычитали все это дичь и лицемерие это вы если вы прекрасно знаете для этого не надо ни писаний не бога с небес из не сводить достаточно просто заглянуть в свое сердце нормальный человек ваш ребенок если вы его конечно зверем не воспитываете возьмите его до 10 лет хотя бы возраст никогда в жизни не возьмет нож и не перережет горло маленькому или взрослому животному вы все это знаете я знаете я конечно пытался ответить на все эти вопросы там какие глупости только не приводили мне в пример там но вы знаете все это оправдание я конечно в этом говорил в этом ролике даже забивать не хочу себе для христиан это вообще мерзость мне жалко этих людей говорю я ни капельки не жалею вы знаете я много раз вам говорил и сам когда положил в основании своей жизни простой фундамент вот я буду подыхать знаете я пожалею о чем угодно я говорил я не пожалею ни об одном добром деле в своей жизни это я знаю точно и вот вы знаете проповедь милости к божьему творению беззащитным любящим нас животных вы знаете наверное это будет самое одно из то что действительно будет идти на суде передо мной как написано в книге откровения и дела всех таких людей действительно будет идти перед ним это та милость который не то что начинается христианская жизнь без который без которой она просто невозможно и конечно особенно если вы это проповедуете эти эти дела действительно будет идти перед вами как написано в книге откровения вот на самом деле все это образы конечно же это природа каждого человека господь сказал дерево познается по плоду убиваете внутри вас сидит убийца все очень элементарно и просто вы можете потом будете с на суде думать что вы будете тыкать богу стихами из библии и слова божьи до рассказывать ему про людей живущих на севере про бабушку которой всего 10 куриц хотя этих куриц надо еще прокормить как две коровы иметь зерна и всякого прочего комбикорма но все это ничего вас не спасет потому что внутри вас живет человек он имеет сущность он имеет образ и вы сколько угодно тыкайте суд будет это будет сама суд все что у вас внутри есть просто явится наружу и посмотреть на этого человека очень легко в жизни это можно подойти к зеркалу это считаешь как в зеркале видите свое отражение посмотрите на свои дела и вы увидите кто там у вас внутри все это лицемерие христианское что тех людей которые горят я не убиваю я покупаю да конечно от этой блевотины и тошнотин очень легко закрыть глаза заткнуть уши сделать вид что вы ничего не видите ничего не слышите но это никак не меняет вашего человека более того вы становитесь человеку подобным тому которых иисус обличал больше всего в евангелии вы лицемеры вы закрываетесь от истины вы хуже людей которые действительно готовы признать хотя бы свой грех с чего и начинается покаяние еще и ан креститель идущим к нему фарисеем и саддукеем вот так вот лицемерно креститься говорил порождение ехидны кто вам внушил бежать от будущего гнева вот и вы горе христиане никуда вы не скроетесь вы не спрячетесь за стихами из библии господь явил нам что он есть абсолютная любовь как вы будете любить врагов с чего начинается чем заканчивается христианство если вы не способны любить беззащитное животное которые сами убиваете это удивительно просто удивительен сам парадокс когда можно называть себя христианином и совершать такие мерзости и беззакония закрыть глаза очень легко заткнуть уши но это не спасет никого из вас мне жаль у вас но вы знаете я говорю я не жалею ни об одном этом ролике не жалею ни об одном расставании тех людей которые на меня пообижались многие даже начали меня оскорблять как обычно я не жалею те кто-то кто хоть случайный край муха услышал мои ролики послушал их возможно до конца посмотрел те сопутствующие ролики те посты которые сейчас много делаю в соцсетях я уверен что у хотя бы у людей у которых есть хоть капелька какого-то божьего света в сердце этот кусок который они теперь будут жрать будет вставать у них поперек горло и я считаю своей миссии выполнен потому что может быть когда-нибудь господь посетивший вас и в день посещения вы прославите бога я уверен что потом вы еще мне скажете спасибо что когда-то кто-то не промолчал и явил эту истину вам вы помните фильм 12 нехитой михалковой очень часто люблю на него ссылаться когда там один из главных героев говорил да может быть этот чеченец этот мальчик может быть он убийца и может быть он должен до конца жизни свои сгнить в тюрьме но этот которого сам который бухал и жизнь свою чуть ли не загубил спасла обычная женщина с девочкой ехала в электричке и он сказал что да может быть это и так я тоже должен был сдохнуть где-нибудь под запор и под забором но именно потому что один человек проявил ко мне милость изменила мою жизнь так вот это то что я вам говорю это моя милость к вам моя стойкая позиция в этом это любовь к тем которым я хочу чтобы они изменились наше лживое притворное общение ничего не даст никакого результата вы никогда не ступите ни на какие новые духовные понимания вы никогда вам не откроется не истина не в евангелии не ветхом не в новом завете потому что ваших сердцах нет милосердия нет любви ваших сердцах одна жестокость и лицемерие что самое страшное что еще сказать вы конечно в праве жить так как вы хотите я не могу вам не запретить не принудить вас я говорю можно не смотреть в ту сторону и не задаваться тем вопросом как этот кусок мяса это булочка этот хамбургер появился у вас на столе у вас в руках да можно отвернуться спиной от скотобойни это не делает вас лучше это затягивает ват вас в ад потому что в вашем сердце скопище просто кладбище животных вот и все я всегда открыт для общения для разумного для здравого мне многие пытались доказать что это моё частное мнение это это мое убеждение мое мировоззрение я имею на него право как они имеют на свою нет мои родные любимые грех это не не субъективная вещь любовь это бог он есть он просто есть он сущий это бытие есть любовь она не субъективная это не потому что кто-то почитает что-то грехом а что-то нет все что не любовь есть грех это очень легко понять этот грех это уродство это тьма это злоба это ненависть это зловоние и это все находится в вас внутри и это не мое субъективное мнение кто поставил животных на социальную планку ниже кто говорю приносит их в жертву думая что тем он служит богу я чего только не слышал я думал что я все слышал оказалось нет кто-то приводит те религии кто-то те религии кто-то те цитаты но это не спасет вашу душу ваша душа она не меняется в ней нет милосердия нет милосердия к беззащитным реально беззащитным существам которых мучают которые в отличие от вас почему-то едят травку и живы-здоровы еще помощнее нас мы их убиваем еще думаем от этого становимся сильнее это безумие человеческой души вы знаете и я сейчас эти делаю посты и фейсбуке один из постов заблокировали по причине того что очень жестокие картинка вот она безумие мира да они не религиозные фейсбук не религиозная социальная сеть и она блокирует потому что это жестоко смотреть на это не надо забудь об этом как это попадает к тебе на стол мне жаль вас не жаль что вы закрываете свои сердца к истине вы прожигаете свою жизнь хотят вас ничего не требуется я в том ролике в следующем когда записала уж забыл как он там называется о том что я не накладывал на вас неудобо носимых бремен я не просил вас защищать животных и не просил вас тратить свои кровные денюжки на это помогать кому то что то спонсировать какие-то благотворительные акции те кто действительно что-то пытается еще сделать наоборот запустить какую-то даже рекламную кампанию что-то трудится куда-то едет куда-то пишет что-то снимает я не просил сделать с вас ни одного благого дела я лишь попросил вас призвал вас ваших чистых как вы говорите христианских сердцах отвергнуться зла когда вы говорите что это мясо уже лежит на рынке его пошел-то купил если вы завтра никто из вас не придет на это на рынок она стухнет и больше никто его туда никогда не привезет вы не придете день-два-три его перестанут их выращивать их перестанут забивать их забивает только потому что вы идете на этот рынок вот и все и вы можете лицемерить сколько угодно в своем сердце но это страшный грех лицемерие это то что не дает покаяться человеку вы жалеете своих родственников друзей вы боитесь самим самими стать и святыми и боится за светить боитесь засветиться людям вы трусы вас нет смелости вас нет духа святого потому что этот дух он ревнитель вы вяленько лайкаете все эти посты ролики их надо перезаливать ими надо делиться люди должны видеть правду да это бог иисус сказал отличную фразу к сожалению печальную не мир я пришел принести но меч но разделение и где двое будет разделяться против троих конечно же грешники всегда будут отваливаться от святых поэтому вы будете страдать и вы боитесь эти страдания вы боитесь креста христового поруга не поношение за истину иисус сказал кто отвергнется меня слов моих евангелия истины того и он отвергнется постыдиться не потому что он такой плохой просто его нет вас иисус нам явил абсолютную любовь к врагам нам до нее как до китая ползунком очень далеко а какой любви к врагам мы говорим о каком христианстве оно начинается с милосердия хотя бы с нетворение зла о каком посте мы можем говорить о каких камнях отвергнуться сделать хлебами если мы не можем даже отказаться при полном изобилии как адама в раю не сделать греха мы еще даже не то что в пустыне ушли мы еще от иордана не отошли мы не крестились мы 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 порождение ехидны лживые лукавые обманывающих сами себя но бог поругаем не бывает господь сказал кто что посеет тот той пожнет и сеющих доброе от добра своего пожнет вечную жизнь благую и неизменную а лукавый злой получит по лукавству своему злой лукавый раб будет рассечен связан и выброшен вон во тьму кромешную это не потому что бог плохой бог рассказывал нам эти притчут до нас что-нибудь дошло это будет наша сущность мы сами спрячемся мне говорят вот и вот ты отрекаешься не ходишь сидеть за одним столом подумайте если я здесь не хочу с вами сидеть за одним столом на котором кровавое произошло убийство можно сказать ритуально которую вы привели с отцу своему дьяволу ибо он от начала убийца всего живого если я здесь с вами не хочу сидеть как мы будем вместе в небесном царстве как святые будут вместе с грешниками в вашем сердце скотобойни я не хочу я не могу здесь смотреть эти фильмы я не могу здесь выносить и слез и капли страданий любого живого существа как я буду там с вами как там будете вы со мной мы с вами не будем вместе почему потому что мы разные как вы будете с богом который есть любовь а помните друзья мои покайтесь извергнет это зло из сердца своего пройдет время вы будете оборачиваться смотреть на себя со стороны и ужасаться что вы такими были что у вас на ваше каменное сердце нужно было долбить кувалдой потом вы встанете на этот же путь на сторону света понесете такие же поругания обличения поношений и поймете слезы таких как я который плача стучат ваши сердца и не видят результата кувалды разбиваются в ваши сердца я прошу вас покайтесь и сотворите благо он он Продолжение следует...